Дмитрий, добрый день. Привет всем. Ну, Дима, начну с того, что идет очень кровопролитная битва за Харьков. И я такого волнения не помню с начала войны, которая происходит сейчас. Звоню всем своим друзьям, которые там воюют. И понимаю, что наступил какой-то очень ответственный момент этой войны. 16-го, 15-го будет саммит мира, потом будет саммит НАТО. И мне кажется, наступил тот момент, когда все-таки Запад должен принять для себя решение. Просто должен. И в 16-е все должно быть у нас как можно быстрее. Мы и так им дали фору год целый. Целый год мы ждали вооружения. И, Наташ, тут комментировать пока трудно. Совершенно очевидно, что, как написали некоторые российские комментаторы, Россия открывает второй фронт. Новый фронт в Харькове, действительно. Это атака на ближайший к России и по количеству русскоязычных, наверное, самый русскоговорящий город Украины. Постоянные просьбы ко всем, кто может эвакуироваться. Надо отдать должное украинскому командованию. Оно в этот раз не стало никого успокаивать. Я еще за неделю до событий предупредила всех, что кто может, из Харькова должен уехать. Надо эвакуироваться из города. Безусловно, Путин решил новый срок свой. И, как многие считают, последний. Да, судя по всему, действительно последний. Решил ознаменовать вот такой новой атакой. Я думаю, что это зависит, конечно, не только исход этой битвы новой. Зависит, конечно, не только от Запада. Просто, видимо, это последний такой вал, девятый. Последний и самый страшный приступ русской атаки на Украину. И, действительно, здесь все зависит только от воли и от резерва внутренних сил Украины самой. Я понимаю, что и сердце мое с вами, и все, что могу, я буду делать. И изо всех сил, конечно, желаю я вам выстоять в этой ситуации. Но, как и предупреждали многие, и, как я повторял, лето будет очень тревожным. Видимо, это последнее лето войны, после которой она перейдет либо в стадию глобального ядерного конфликта, либо исчезнет, утихнет. Вы считаете, что здесь уже все зависит от Украины. Запад нам не может не помочь, ничего больше сделать, что мог бы. Может помочь, безусловно. Но Запад постепенно осознает, что воздерживаться от участия в конфликте больше реально невозможно. Уже Макрон говорит, что это прямое наступление на наши интересы, что Россия потеряла все границы, и нам, видимо, придется напрямую вмешиваться в войну. Макрон просто откровение других об этом говорит. Но проблема в том, что, понимаете, у Запада у самого до сих пор во многих вопросах не наступила окончательной ясности. Значительная часть западных лидеров до сих пор считает, что в этой войне можно занимать, ну, доброжелательный к Украине нейтралитет. До многих граждан Запада, до многих западных политиков и руководителей до сих пор еще не дошло, что Украина – это не спор славян между собой, это первая ступень в путинской борьбе за мировое господство, за абсолютную, тотальную путинскую власть в мире, а не только в Европе, и не только, боже упаси, в Европе Восточной. Речь идет об абсолютно глобальной претензии. До некоторых, как до Макрона, французы вообще нации очень быстроумные, как Пушкин говорил, действительно, наверное, до Макрона дошло раньше. Проблема в том, что в самих Штатах, например, да и вообще как-то на глобальном Западе масса своих проблем, тем более, что близятся американские выборы, а вот с ними как раз с их итогом абсолютно ничего не ясно. Но можно со значительной долей уверенности сказать, что Украине не дадут проиграть, что завоевание Украины или массовое истребление украинцев действительно будет рассматриваться на Западе как начало глобального поражения. А вот лето будет временем осознания того, какие действительно ставки сделаны сейчас. И, конечно, в конце лета, я уверен, мы увидим серьезный перелом в этой войне. Но сегодня, мне кажется, это все еще дальние подступы. Настоящий кошмар для мира начнется, я думаю, в июне-июле. Вы только что вспомнили про Макрона, он действительно говорил, что можно было завести контингенты, говорил это неоднократно и вот на прошлой неделе повторил. Но сегодня раздавались голоса немецких политиков о том, что можно попробовать помогать Украине, сбивая с территории НАТО российские ракеты, что звучит совершенно уже как фантастика и похоже на просто отдельное мнение. Но примет ли какое-то решение, потому что, когда я прочитала проект декларации ЕС, сейчас который, так сказать, они будут обнародовать, я увидела, что там кроме сочувствия и обещаний, и обещаний военной поддержки, больше ничего нет. То есть Европа, которая стоит первая, это первый, так сказать, форпост после нас, и она уже понимает, что Штаты вряд ли будут помогать, и она понимает, что для нее наступает другой совершенно этап жизни. Все-таки они не решаются на глобальный, так сказать, поступок, потому что, ну черт, экономика их больше российской в несколько раз, в десятки раз. Военная мощь, несмотря на то, что есть проблемы в каждой день на взятой стороне, тоже больше. Почему не сейчас, Дима? Ну, Наташ, могу вам ответить таким, я понимаю, что это трудно принять на веру, но в военное время делать широковещательные заявления о намерениях довольно странно. Это значит, информируют противника о будущих своих годах. Я думаю, в Европе, и, по крайней мере, в Штатах уж точно, многие поняли, что время военное, а сейчас не время широковещательных заявлений. Сейчас время тихой подготовки к глобальному ответу. Наверное, они не будут сейчас много обещать, но помогать они будут, потому что, я думаю, и в Штатах, и в Европе все очень трезво понимают. Поражение Украины, ну, мы не можем говорить поражение Украины, уничтожение Украины, потому что Украина не сдастся никогда. Уничтожение Украины будет прямым, явным, катастрофическим военным и моральным поражением Запада в целом, поражением мира в целом, который, оказалось, не может противостоять одному маньяку с ядерной дубиной. Этого никто не допустит, на это никто не пойдет, потому что такая жизнь никому не нужна, жизнь, купленная ценой такого глобального унижения. Поэтому, разумеется, и помощь будет, и конкретное участие будет, все будет, но, наверное, сейчас не время прислушиваться к заявлениям, а присматриваться к действиям, потому что время заявлений действительно прошло. Сегодня там случилось, что ракета или снаряд, там непонятно что случилось, попало в Белгород. И я наблюдала за реакцией, ну, в Белгородский дом, на Г-этажку, и я наблюдала за реакциями там больших каких-то блогеров российских, за телеграм-каналами, все недоумевают. Как же так можно? Почему же с ними так? И, знаете, в психологии это называется зеркальной манипуляцией. Такое ощущение, что эти люди вроде бы не понимают, за что и почему. Но мне кажется, что на самом деле они все понимают. Понимают они все, безусловно. Но, видите ли, тут же, кстати говоря, украинская страна немедленно опубликовала тоже зеркальные абсолютно разговоры о том, что это россияне, этот дом сами подорвали. Мне кажется, что вот такие заявления, они тоже, прямо скажем, не приближают нас к правде. Ну, идет война. Естественно, что война – это игра, в которую играют вдвоем, как некосюнственно здесь слово «игра». Очень многие россияне понимают, что мирному населению, населению при фронтовых городов Курской области, Белгорода, приходится расплачиваться за это. Но предстоит еще долгий путь к осознанию того, что начала Россия, ответственна Россия, что ответственен Путин. Это будет, безусловно, осознаваться, но не сразу. Я просто хочу предупредить, что это долгая история. Вот, кстати говоря, для россиян, которые помнят Великую Отечественную, тоже ведь очень трудно было преодолеть этот стереотип пропаганды. Мы будем воевать на чужой земле, малой кровью, мы врага победим малой кровью, могучим ударом. Это все сидело очень глубоко. Почему-то в российском сознании очень глубоко сидит вот этот вот рефрен, припев о нашей неуязвимости, что у нас все проблемы от того, что мы еще не начинали. А вот когда мы начнем, то тут весь мир будет сметен могучим ураганом. Это глубокий, такой, я бы сказал, тяжело искореняемый, бессмертный стереотип, который сидит в сознании большинства россиян действительно уверенным, что Россия абсолютно и во всем непобедима, что Россия самая большая, самая сильная, самая исторически правая государственного мира, что никто не может ничего с нами сделать, и что мы, вот стоит нам захотеть, и весь мир будет плясать под нашу дудку. Это убеждение почему-то сидит необычайно глубоко. Вот с ним что-то делать придется радикально. И я боюсь думать о той цене, которую Россия заплатит за искоренение этого заблуждения. Тем более, что, понимаете, в большинстве, вот, кстати, как это не ужасно, в сознании большинства россиян, Украина – это что-то очень маленькое, это ничтожное, это вот стоит нам захотеть, но это какая-то глубокая провинция России, которая вообще только благодаря России имеет культуру, грамотность, которая благодаря России имеет образование и промышленность, что мы вас всему научили. Вот поэтому каким-то образом искоренить это заблуждение, объяснить, что Украина – это крупнейшая страна Европы, страна с огромной университетской традицией, с большой и независимой культурой – это очень долгая работа. И, к сожалению, это будет доходить до россиян очень долго. Россияне, вот это, кстати, надо бы им как-то объяснить, что россияне связались с очень трудным противником, очень упрямым, очень тоже глубоко мотивированным, идеологизированным. Это тот же самый знаменитый русский характер, но просто в более свободной его версии, более инициативный, легче принимающий решения, менее запуганный, назовем вич своими именами. То, что россияне столкнулись с чем-то уж никак не хуже России, и никак не меньше по масштабам, по истории, по мотивации и так далее, это для большинства из них будет шоком. Они впервые начали, может быть, впервые, относиться к Украине всерьез. Сначала всерьез ненавидеть, а потом, и это тоже придет, всерьез уважать. Вот, Дим, вы говорите, что это долгая история, длинная история, но почему во время афганских событий, когда пришла, условно говоря, первая тысяча гробов, сразу же появились вопросы, какого хрена мы там делаем, почему мы туда посылаем своих сыновей и так далее. А здесь же уже сотни тысяч погибших, и ни у кого не возникает этих вопросов. Тем более, что Украина не Афганистан. Украина – это соседнее государство, где, я не знаю, у каждого есть родственники, у каждого есть еще кто-то. Почему уже два года, знаете, они просто спят при мороженном? Нет, они не спят, Наташа, это долгая история. Понимаете, вот я говорил об этом все время, это же совсем не та Россия, которую мы имели в 80-м году, когда начинался Афганистан. В России 80-го года интеллигенция фактически становилась народом, границы между ними исчезали. То, что Советский Союз при распаде своем не вызвал никакого массового сопротивления, внезапно к этому тому и происходило, что большинство создавало его обреченность, обреченность этой системы и глубокий кризис. Россия 80-го года была умнее и, безусловно, гораздо свободнее, гораздо мотивированнее, чем Россия сегодняшняя. Давайте не забывать того, что в России на протяжении 30 лет шел прямой, абсолютно нескрываемый геноцид интеллигенции. Лучшую часть народа унижали, уничтожали, ей негде быть. Когда интеллигенция торговала на рынках и лишалась работы, и вынуждена была зарабатывать торговлей дубленками или ночными сторожами, это же, понимаете, тоже не прошло даром. Россия 80-го года всей страной хоронила Высоцкого, всей страной смотрела серьезное кино, читала и распространяла подпольные серьезные книги, Россия тех времен была в общем страной интеллектуально состоятельной. Россия сегодняшняя – это результат 30 лет полной деградации, интеллектуальной в том числе, интеллектуации населения, его тотального оболванивания, чудовищной по своему цинизму пропагандой. Россия 80-го была страной интеллигенции, а Россия 24-го года – это страна, которая приняла очень многие черты Путина. Это Россия, которая из всего советского искусства помнит несколько цитат из комитии Гайдая. Рязанов уже для нее сложноват, а на Данелию там и замахиваться нечего. Это страна, которая сегодня, отмечая столетие Акуджавы, из всего Акуджавы помнит только «мы за ценой не постоим», а ни одной из его идей не соблюдает и не помнит. Это страна, которая находится в стадии страшной деградации. Давайте не забывать и того, что, вот об этом Розанова много говорила, в 80-м году кое-кто и даже многие помнили Великую Отечественную. Она была всего 35 лет назад. А сегодняшние люди – это в основном страна не воевавшая, не имеющая опыта масштабных боевых действий и военных лишений. У нее лозунг один, можем повторить. Она страшно хочет повоевать. И пока она еще отнюдь не навоевалась, потому что это коснулось далеко не каждого. Когда они увидят масштаб, сделанного Путиным, они, безусловно, прозреют. Но до того, чтобы они это увидели, нужно, по крайней мере, отрубить эти облучающие башни. После их отрубания, я думаю, процесс прозрения займет месяца три. Но пока этим даже не пахнет. Россия вообще не сознает, что она ведет войну. И я думаю, что это лето будет таким тяжелым прежде всего потому, что до большинства начнет доходить, куда они вляпались и что они натворили. Но мы видим, что это даже не капитализм, то, что сейчас происходит в России, это феодоризм, потому что новое правительство, вице-премьером, собираются сделать сына Патрушева. Многие дети приходят в игру, да, то, что называется. Мы видим, что они передают власть по наследству, чего раньше никогда не было. Ну, за последние, по крайней мере, там 30-40 лет в России. И они просто как бы замыкают этот круг. Они всю страну превращают в кооператив «Озеро». Это с одной стороны. Но с другой стороны народ же по-прежнему доверяет, любит и говорит о том, что вот наш-то. Наш-то рассказал на параде победы, что Россия сама выиграла Вторую мировую перед парадом победы. Он же историю переписывает заново. Как я сказала, что историк... Да, он, безусловно, это его любимая идея, что Россия в одиночку противостояла фашизму. Фашизму, на которой работала вся Европа. Скоро, я думаю, будет актуализирован и тот нарратив, что все завоеванные фашизмом территории сочувствовали фашизму и радостно к нему присоединялись. И все они всегда ненавидли Россию. Россия вообще всегда в одиночку противостояла мировому гомосексуализму. Вот и сейчас все чаще вспоминают в связи с Евровидением, на которое Россию давно не пускают. И слава богу, что мы не участвуем в этом гомосексуальном шабаше. Видимо, в сознании шабаша. Видимо, в сознании очень большой части российского населения. Весь западный мир – это какой-то мир такого тотального гомосексуализма и русофобии. А ничего другого в мире вообще нет. Европа и Америка не имеют ни интеллектуальных, ни культурных достижений. А все уперлось в смену пола и ненависть к России. Это действительно тоже результат очень долгого оболоняя. Но, Наташа, вот тут у меня есть некоторые, понимаете, основания для оптимизма. Ведь в 20-е годы тоже подавляющее большинство советских граждан жило в убеждении, что весь Запад – это страна, мир эксплуатации человек человеком, что это страшное пространство, чуть ли не людоедство, что культуры никакой нет, что она деградировала. А в 30-е неожиданно наросла какая-то советская культура. Они стали думать, до них стало доходить. И понадобилась новая волна массовых репрессий, чтобы оболванить население и запугать его еще более тотально. Значит, это процесс неизбежный. Люди же, понимаете, вот мы говорим, да, россияне оболванены. Но дело в том, что и самые оболваненные люди, они просто биологически не теряют способности к соображению. Они видят многое вокруг себя. Конечно, не следует копаться в этой бамыке, но я регулярно читаю комментарии на разных российских телеграм-каналах или просто на дзене несчастном. И я вижу огромное количество людей, до которых начинает доходить, которые задаются вопросом, а что мы вообще там делаем? Если мы все время повторяем, что нам без них легче, зачем мы все время к ним лезем? Это же касается и отношения к Западу. Потому что россияне ведь очень хотели презирать Запад, ненавидеть Запад, но отдыхать на Западе и покупать их продукты. То есть, грубо говоря, наживаться за счет и плевать им в рожу. А самим, говорит, мы принадлежим к империи, нам предки завоевали всю таблицу Менделеева, поэтому, мальчик, водочки нам принеси. Вот это такое отношение к Западу. А, мальчик, ты приноси нам водочки, а мы будем срать на тебя публично. И это потому, что вы самые духовные. Эта позиция, она распространена у некоторого количества таких краснорожных, потных отцов в семье, знаете, с пузырями на коленях тренингов. Это такая пацанская позиция. Но нельзя же все население России, огромные сложные страны, сводить к пацанам. Небольшая прослойка интеллектуальных пацанов, она, разумеется, есть. Небольшая прослойка людей, которые хотят, значит, воевать и при этом пользоваться достижениями Запада, она тоже существует. Но большая часть населения, она в эти рамки не загоняется. Почему я и говорю, что есть 5%, условно говоря, либералов, 5% абсолютно агрессивных сторонников войны и 90%, которые выжидают, куда дело повернет. Вот среди этих 90% на мой взгляд прошел довольно быстрый и бурный процесс прозрения. И вот обратите внимание на такой парадокс. В 20-е годы первыми прозревали идейные. Самые идейные видели, что завело совсем не туда. И именно против своих идейных, а не против попутчиков, эта партия ополчалась прежде всего. Для них очень опасны люди с убеждениями. Я подозреваю, что в самом скором времени мы увидим быстрое и катастрофическое прозрение именно среди тех, кто сегодня громче других агитирует за войну. Потому что, честно говоря, как спорить с идейным противником, я понимаю. Я не понимаю, как спорить с обывателем, которому абы как лишь бы нас кормили. Вот с этими людьми я не понимаю, как спорить. А с идейными противниками у меня есть общий язык. И я рад, что многие из этих идейных противников сегодня смотрят на Путина вовсе без восторга. Но мы же видим и третью группу людей, таких как Чубайс, который там какие-то новые институты создает. Я так понимаю, что они будут направлены на легитимизацию. Как говорят некоторые, но Стас считает, что он хочет вернуться назад и хочет опять рулить, потому что вне государственной власти, вне этой команды он себя не видит, не представляет, не знает, чему заняться. Понимаете? Чубайс всегда смотрит на ход вперед. Задавая клуб «Перестройка», Чубайс в середине 80-х думал о том, как выходить из социализма. Ну и сейчас он справедливо думает, как выходить из кутинизма. Понимаете, в отличие от пессимистов, которые говорят, да ну, это навсегда, да ну, может, ваши внуки вернутся в Россию. Я как раз надеюсь, что мои внуки-то будут умнее, и им совершенно нечего там будет делать, а то у меня там есть дела. Но, в общем, грубо говоря, Чубайс, вопреки мнениям этих людей, он хорошо информирован. Он понимает, что конец кутинизму близок, и надо будет из него выбираться. Вот мне, кстати, все время припоминают, что а как же вот интеллигенция и миграция 20-х годов тоже говорила, что конец кутинизму близок, а он случился только в 80-м году. Во-первых, он и тогда не случился. А во-вторых, конец кутинизму – это уже 34-й год, это уже начало большого террора. Весь кутинизм был Сталином истреблен, и все, начиная с периода 1937 года. Это никакой не большевизм, а не у имперства. И огромное количество иммигрантов вернулось. Только эти иммигранты-возвращенцы, они были репрессированы. А так-то сменовеховцы все поехали сюда, и устрял, и святополк мирский, и сколько их там было. Все они думали, что будет строиться Красная империя. С большевизмом был покончен благополучно руками Сталина еще в 30-х. Так что русская иммиграция была абсолютно права, а все желающие вообще после 34-го года могли вернуться совершенно спокойно, и после 45-го им было даровано гражданство официальное. Понимаете? Всем было бы возвращено гражданство, и разрешено вернуться. И Бунин всерьез хотел вернуться, и если бы Щерова не подошла к Вере Николаевне и сказал, что вы делаете, а помнитесь, он бы приехал. Вот в этом весь кошмар. А Али Фрон, которая приехала в 37-м году и села в 38-м, все мы это знаем. То есть она раньше еще приехала, виновата в 36-м. То есть я это к тому, что все эти разговоры, что это навсегда, эти разговоры ничего не стоили уже в 30-е годы, 20-е века, никакого большевизма не было. Проблема в ином. Проблема в том, что очень мало народу, как Чубайс, задумывается о том, как из патинизма придется выходить. И я солидарен, вот это я, к сожалению, я должен об этом предупредить. Ой, Наташа, что-то к вам ломится. Это Чубайс чувствует, что мы с вами разговариваем о нем и хочет дать комментарий. У него длинные руки. Понимаете, вот скажу вещь, которую мало кто сегодня понимает. То, что этот режим обречен, это понятно и самому режиму. Для этого не надо быть Чубайсом. Проблема в том, что выход из этого режима, на этот раз, будет гораздо труднее, чем в 80-е годы и в 90-е. И никакой ваучерной приватизации и массовой публикации запрещенной литературы, типа меня, это дело абсолютно не исправится. Прав Парфенов, я с ним солидарен, что после войны проблемы Украины закончатся, а проблемы России начнутся. Россию ожидает смута, долгая, кровавая смута, которая даже с гражданской войной 20-х годов не имеет ничего общего. Она имеет некоторые параллели, сходства со смутой 1603-1610 годов. Вот это будет масштабное переустройство. И, условно говоря, до новых Романовых порядка не будет, не только порядка, а не будет как маломальские системы. Это будет полная разруха, большая кровавая смута. И это очень страшное время. То есть люди, которые не успели понять масштаб происходящего с начала войны против Украины, поймут это в конце этой войны, когда придется на руинах путинизма, на руинах России строить какую-никакую новую картину мира. Вот о том, что представляет из себя вторая половина 20-х для России, я, честно говоря, боюсь даже думать. Утешает меня только четкое видение того, что 30-е годы для всего человечества будет временем счастья, мира и огромного интеллектуального прорыва. А что будет с Украины, с вашей точки зрения, когда все закончится? Какие нас подстерегают опасности? Украину ожидает переизбрание Зеленского, период резкой критики в его адрес, период большой масштабной непоказной борьбы с коррупцией, резкое возвышение тех политиков, Вячеслава и начальников, которые выдвинулись во время войны, возвращение Арестовича и его бурное развитие пятого проекта, интеллектуальный искачок, новое переизбрание Зеленского и его возвращение в власть по сценарию Черчилля и постепенное превращение в интеллектуального и духовного лидера Европы, что не отрицает большое количество своих внутренних проблем. Сенцов вернется в кинематограф с фронта и будет снимать замечательное кино, появятся новые замечательные романы Марины Диченко и Любка Дереша, бурный рост фантастики, в том числе утопической и социальной, бурный рост поэзии, победы на Евровидении, глубокий духовный кризис русскоязычных интеллектуалов и Нобелевская премия какому-нибудь из крупнейших украинских литераторов. Например, кому уже дону, еще кому-нибудь. Почему-то я верю, что Лина Костенко доживет. Дай бог ей здоровья. Да, она в прекрасной форме. Она недавно, вы знаете, была в гостях, вернее, Тличко был у нее в гостях, я так понимаю, и были фотографии, и она в отличной форме. Я считаю, что ее роман в стихах это лучшее произведение вообще в стихах, которое было в Украине, хотя выбирать есть из чего, из Туса, например, из Драча, из многих. Но я считаю, что Лина Костенко, которую я знаю в основном в чтении наизусть Евгения Маргулета и, конечно, в чтении из листа ее романа, это абсолютно гениальный поэт. Передайте ей привет. Кстати говоря, роман «Записки городского сумасшедшего» я в курсе своем украинской прозы рассматривал как одно из крупнейших сатирических произведений, а ведь написано оно человеком, которому здорово завозь увесит. Да, и это удивительно. Что ожидает Запад? Мы видим очень такие глубокие, прям глубинные изменения, которые сейчас еще визуально не очень хорошо просматриваются, но мы видим очень тяжелую ситуацию в Израиле, мы видим все, что связано с палестинским вопросом, достаточно такой большой мировой треймер, мы видим кризис в Соединенных Штатах, о котором мы с вами не раз обсуждали, мы видим некоторое возвышение стран Юга, когда вдруг начинает играть роль Индия, которую она раньше не играла, и некоторые другие страны, потому что мы уже забыли, что они большие, они раньше были колониями, а теперь они большие, и они бурно развиваются достаточно. Как это все будет? Нет, ну, Марин, Наташа, это я просто думаю про Тиченко, Наташа, делай сейчас какие-то далеко идущие прогнозы про Запад, это очень дурной вкус, это все равно, что Шпенглер, который предсказал закат Европы и встретил свой собственный закат к глубочайшему идейному творческому кресе, когда фашисты, которые вроде бы как провосгласили его своим идеологом, вытерли об него ноги. Поэтому, понимаете, предсказывать закат Европы, это дело, во-первых, очень обычное, во-вторых, неблагодарное. Мне кажется, что наоборот, сопротивление России, сопротивление тому, что она сегодня творит, заставит Европу вспомнить о каких-то своих глубоких религиозных корнях, более плотно объединиться, более тесно сотрудничать с Востоком Европы, в том числе, заново понимать те принципы, на которых она стоит. Иными словами, я вместо заката вижу как раз некоторый рассвет Европы. Говорить об этом я могу, потому что я не только Евровидение смотрю. Понимаете, я смотрю современное европейское кино, читаю современные европейские романы, и в основном итальянские, немецкие. В общем, не сказать, что там упадок. Наоборот, я бы сказал, что там в Скандинавии очень интересные вещи происходят. Нет, Европа в порядке, все хорошо. Другое дело, понимаете, вот это действительно трудно. Очень трудно придется уехавшим из России, потому что им придется, именно от них зависит, отмыть имя России и вернуть ему новый смысл содержания. По большому счету, нам предстоит строить не просто новую Россию, а Россию альтернативную имперской. И это придется делать тем, кто сегодня из страны выдавлен. Это огромная задача, полное переучреждение идеологии и структуры огромного государства, которое в противном случае просто превратится в дикое поле. Вот этим предстоит заниматься. И о том, хватит ли у нас силы пороху, об этом я думаю все время. Вся надежда в основном на тех, кому сегодня 20-25 лет. На них я смотрю с глубочайшим состраданием и со страстной надеждой. Хочу надеяться, что у них все получится, потому что они, в отличие от нас, очень горячие и злые. А злым людям я традиционно верю, потому что у них есть внутренняя сила. Я иногда говорю, не знаю, насколько это корректно, я иногда говорю, что каждый из нас там снимает фильм про свою жизнь, по мере, так он живет, или пишет книжку. И как вы воспринимаете второй сезон своей жизни? Он вас пришпоривает, или он вас повергает куда-то, так сказать, в печаль, или еще что-то? Это не второй сезон. Это уже, я даже не знаю, какой по счету сезон, потому что я еще в России успел прожить несколько совершенно разных периодов. Но для меня же, понимаете, отъезд из России это не такой этап. Я, собственно говоря, большую часть моего времени проводил Дни России, начиная с 2012-2013 годов. То я преподавал, то я здесь писал. Для меня этот этап определяется моим браком третьим, который, конечно, для меня, наверное, главное событие в жизни, потому что просто я никогда не видел ничего более интересного и ничего более, так сказать, содержательно нового. Это да, это безусловно так. Но одно могу вам сказать. Вот если это сейчас, понимаете, вы же все равно задаете вопросы, которые требуют некоторой откровенности. Мне стало легче писать, потому что у меня прошел вот этот идиотский период постоянной оглядки на то, что скажут, можно ли это напечатать, не найдут ли экстремизма, не оскорбятся ли так называемые представители народа и так далее. Я могу позволить себе работать по максимуму, позволить себе реализовать максимум своих способностей. И знаете, это большое счастье. Это можно сравнить, понимаете, но вот бывает такой секс, когда все время боишься, что с дачи вернутся родители. Поневоле в это время твои способности как-то ограничены. Сейчас пошел период таких, в общем, понимаете, период свободной любви, когда все зависит только от тебя, когда ты не можешь писать ни на цензуру, ни обстоятельства, когда ты должен быть равен себе, и все, что ты можешь сделать, уже определяются только твоими возможностями, нет никаких отмазок. Это период, с одной стороны, чрезвычайно ответственный, с другой счастливый. В России в последние 10 лет я загонялся за письменный стол пинками. Сейчас я бегу за письменный стол при первой возможности, чтобы написать, сказать, успеть то, что во мне все это время варилось и кипело. И поэтому проза моя новая, а стихи уж точно, в разы лучше того, что я делал в последние 10 лет. Это может нравиться, не нравиться, я уверен, что это будет вызывать большое неприятие у моих русских друзей, но чисто по-человечески я себя чувствую гораздо вольнее, полнее и разнообразнее, чем это было в России. Дим, и наконец, вот для сегодняшнего разговора просто обязана спросить, и вы меня сами натолкнули на этот вопрос. У каждого из нас там в новую жизнь, в жизни каждого из нас, извините за тавтологию, разные обстоятельства или разные люди открывают дверь. У одних там, я не знаю, страдания, у других власть и деньги, у третьих, я не знаю, интеллектуальная работа научная открытая, у четвертых женщина, у пятых, я не знаю, вот эта тяга к жизни сумасшедшая, которая их несет, и они сами не понимают, куда оно. Я так понимаю, что у вас вот в этом сезоне, а может быть, во всей жизни, это все-таки были женщины, и, как вы говорите, с вами третий брак, это самое лучшее, что со мной случилось в жизни. Нет, нет, понимаете, ведь я никогда не относился к Катьке просто как к женщине, это было бы неправильно. Я отношусь к ней как к такому, ну, знаете, у меня до сих пор есть ощущение, что все-таки она плотно его воображению, что я ее придумал, что ее в реальности не может быть. Поэтому, знаете, это период, наверное, каких-то новых религиозных чувств, нового отношения к религии. Я вам скажу, в чем дело. Обычно всякому верующему присуще сомнение, потому что он все время ждет, что написанное в Писаниях начнет сбываться. Вот для меня это время, этот этап, это период, когда написанное в Писаниях сбывается, когда оказывается, что все, чему нас учили, это правда. Я никогда не видел столько подтверждений моему христианскому мироощущению, как в нынешнем мире. И то, что я вижу в России, и то, что я вижу в Украине, и то, что я вижу в Штатах, а все сбывается как по Писаному. Поэтому такое чувство, как будто Господь, утомившись смотреть на мои сомнения, сказал, успокойся, все так и есть. Вот я бы сказал, что сейчас я переживаю религиозный период в своей жизни. У меня был период там исканий, метаний. Было время, когда женщины для меня много значили, но сейчас для меня как-то больше всего значит христианство. Я начинаю понимать, что христианство нам ни в чем не врет. Это тоже добавочный повод для радости. И Украина один из сильных аргументов в пользу христианского миропонимания. Ну, я могу только сейчас вам сказать одно, что когда я читаю комментарии к нашему видео, я вижу, что для многих людей вы, и то, что вы делаете, тоже подтверждение того, что все так и есть. Спасибо, если так, Наташа. До новых встреч поскорее. До новых встреч. Целую. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok